Славянские спортсмены активно участвуют в разнообразных спортивных состязаниях, преодолевая ограничения, которые накладывает их физическое состояние. Смотрите наш репортаж с открытого первенства Славянского района по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Физическая культура и спорт в настоящее время не просто популярны. Для многих людей они дают редкие возможности для полноценной жизни и открывают новые горизонты. Поэтому совсем не удивительно, что все, кто может, принимают активное участие в соревнованиях. Настрой у меня замечательный. Конечно, хочется победить, но как получится. Плавание, конечно, развивает руки, ноги, а атлетика укрепляет гораздо лучше все это – спину, ноги и руки. Чтобы участвовать в соревнованиях, мы тренируемся, на стадион ходим, в тренажерном зале у нас тренировки. Это помогает нам в общении, конечно. Находим новых друзей, новые люди, кто к нам приходит. И вот расширяем, скажем так, кругозор и круг общения наш расширяется. Соревнования проводились по следующим видам спорта – бег на 60 метров, прыжки в длину с разбега и толкание ядра. Нужно было видеть, с каким энтузиазмом и самоотдачей состязались спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по спорту слепых, спорту глухих. Соревнования значимы, потому что на основании этих результатов формируется сборная Славянского района, которая осенью примет участие в чемпионате Краснодарского края. Все участники состязаний получили прекрасный заряд бодрости и хорошего настроения. Главным итогом первенства стал отбор спортсменов, показавших лучшие результаты на краевые соревнования. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».